Приветствую вас. Ложь всегда возникает из-за того, что человек не может признать себя таким, какой он есть. Ложь почти всегда связана с желанием человека казаться, а не быть. И за этим следует достаточно серьезное, достаточно сильное отторжение человеком самого себя, своих ценностей, своих взглядов, своих чувств, своих желаний, которые зачастую оцениваются как крайне ненужные, крайне деструктивные, вот, крайне такие вот, ну, неприятные. И, соответственно, ложь это вот почти всегда история про обман, но, в первую очередь, обман, ну, себя. Это обман не кого-то, а это обман вот именно себя самого, как правило, ну, как правило, как правило, это, это так. Вот. И, соответственно, идея здесь, она в том и заключается, что вам, для начала, нужно, вот, принять себя полностью, принять себя, значит, сейчас я посмотрю, ну, ваше имя, ваше имя Арген, ну, не знаю, если честно, женское имя это или мужское, но давайте предположим, что это будет, предположим, что это все-таки будет мужское имя. Вот. Значит, принять себя таким, какой вы есть, да, и тогда, собственно говоря, какая-то вот потребность в том, чтобы ругать, да, она уйдет, потому что ей просто незачем, ну, ей незачем будет в дальнейшем, ну, с вами быть, просто у нее, ну, у нее не будет никаких оснований для существования, у нее не будет каких-то подпитывающих, подпитывающих механизмов, вот, у, именно, вот, у уже, если, если вы, и, я повторюсь, да, если вы себя примете. Также существует, безусловно, и элемент вторичной выгоды, а, значит, которая определяет ложь, как таковую, существует элемент вторичной выгоды, а, значит, к сожалению, или к счастью, ну, скорее всего, к сожалению, вот, к сожалению, потому что, Это поведение таким образом закрепляется, а к счастью, потому что можно, благодаря этому вторичной выгоде, можно понять, почему человек ведет себя именно так. Как ведет. Вот, можно понять для себя эти аспекты и, соответственно, что-то уже с этим можно будет сделать. То есть, ну, можно будет найти другой способ реализовать то, что нужно, к примеру. Вам можно найти другие способы. Можно вообще пересмотреть важность того, ради чего вы лзете. Может быть, это является, ну, таким своего рода архаизмом, пережиточком, да, такой пересидок прошлого. Вот, ну, примерно так. Примерно так. Поэтому, соответственно, нельзя просто взять и перестать лгать арген. Нужно что-то дать себе. Нужно что-то дать себе взамен, если вы хотите, ну, действительно перестать это делать. Действительно, перестать, о, о, гад. Потому что, стремясь, просто перестать врать, вы, ну, по факту, по факту, вы ничего хорошего себе не дадите. Вот. Кроме только лишних, ну, лишних каких-то обвинений, на самом деле, что вы не смогли. Вот. То есть, каждый раз будет вот эта вот история. Что я должен быть, но не смог. А вопрос заключается в том, так, а сопоставимые ли вы себе ставите задачи? Сопоставимые ли вы себе ставите цели? Если не сопоставимые, так как их в таком случае стреповать-то вообще можно? Вот. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.